Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Омаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Омаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент и вам помощь. Также сегодня в этом телеграмм канале буквально через пару часов мы проведем голосование, предложим вам несколько тем на выбор и та, которая наберет больше всего ваших голосов, будет больше всего вам интересна, станет центральным в ходе моего сегодняшнего выступления во время вебинара, который состоится традиционно для понедельника в то же самое время, что и всегда в 16.00 по маске. Поэтому буду, друзья, рад всех вас видеть. Кому интересно, разобраться в значимых и основных фундаментальных событиях прошлой недели и посмотреть довольно так широко на экономический календарь предстоящих пяти дней. Сегодня точная информация будет вам полезна. Ну что ж, мы продолжаем следить за тенденциями на финансовых рынках. Я думаю, что прошлую неделю можно характеризовать как довольно удачную, результативную, потому что мы правильно спрогнозировали неизбежный обвал пар доллар-иена, рост золота от нефти, держались подальше. Но мне кажется, это тоже верная позиция, потому что сейчас фон неоднозначный. В принципе, он таким и остается. Если вы считаете, что ситуация более-менее кажется ясной по рынку нефти и у вас есть конкретное представление о том, что с этим инструментом может произойти дальше. Друзья, не стесняйтесь, пишите в комментариях вашу оценку, ваше видение. Я думаю, что всем будет интересно ознакомиться с происходящим. Также мы следили за парой доллар-канадец, которая продолжает развивать нисходящую динамику. Я думаю, что эта тенденция продолжится, учитывая, что в предстоящие дни нас ожидает несколько серьезных фундаментальных отчетов по канадской экономике. И я думаю, что каждый из них может стать попутным ветром для канадского доллара. Давайте по порядку. Индекс доллара 101.72. На прошлой неделе было два потенциальных катализатора, которые могли бы привести к росту курса доллара. Это выступление Паула на симпозиуме, который был организован Банком Швеции. И, конечно же, отчет по инфляции. Но, к сожалению, не в первом, не в втором случае эти события не стали факторами поддержки для американской валюты. И индекс доллара продолжил снижаться и сейчас остается на многомесячных минимумах. По поводу отчета по инфляции, который был опубликован, в соответствии с прогнозами рынка индекс потребительских цен в декабре снизился с 7,1% до 6,5%. Базовая инфляция скорректировалась с 6% до 5,7%. Вывод тут же все, без исключения, сделали о том, что более низкая инфляция, которая уже стала тенденцией в плане ее снижения, если анализировать базовый рынок потребительских цен, он снижается 3 месяца подряд. Позволит американскому регулятору еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики и повышения процентной ставки. И сейчас, по данным инструментов AdWatch, который дает как раз объективную оценку того, как ФРС будет двигаться в плане процентной ставки дальше, этот инструмент сигнализирует о том, что по итогам февраля, когда состоится следующее заседание американского регулятора, ФРС поднимет процентную ставку на 25 байсных понтов, а не на 50. То есть еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Однако я много раз сделал ремарку, что повышение ставки, но и в Африке повышение ставки все-таки не забывайте о том, что пока что ФРС проводит жесткую монетарную политику. В феврале он на этом не остановится, в марте будет еще одно повышение ставки и ФРС будет придерживаться текущего курса, пока не достигнет ограничительного уровня по ставке в районе 5%. Я не сторонник того, чтобы держать длинную позицию по доллару принципиально в течение всего 2023 года. Период роста доллара закончится, когда американский регулятор нажмет на стоп и скажет, что все достаточно с повышением процентной ставки. Я, мне кажется, уже много раз об этом говорил, поэтому хочу еще раз донести вам конкретный фундаментальный посыл, почему в отношении консервативного инструмента индекса доллара я считаю, что можно и дальше работать с фундаментальной идеей того, что еще рано прям шортить этот актив на долгосрок, как мы обычно это сделаем. Будет уровень более приемлемый для этих долгосрочных шортов. И полагаю, что в ближайшие два месяца, как раз в ближайшие два заседания американского регулятора, февраль-март, индекс доллара сможет еще выбраться на локальные максимумы. Другие инструменты. Золото. 1921 доллар за тройку. Сейчас максимум 1928. Наша цель, цель максимум, скажем так же. 1930 и мы ждали, что, собственно, эта цель будет сделана еще на прошлой неделе. Но в качестве первой остановки смотрели на планку 1920, поэтому я считаю, что мы можем сказать себе, что мы молодцы, поскольку правильно определили вектор движения золота и на этом инструменте удалось неплохо заработать. Я рассчитываю, друзья, на то, что вы прислушались к моим прежним рекомендациям, потому что это была довольно предсказуемая, однозначная и очень простая сделка. И самое интересное, что золото до сих пор сохраняет потенциал роста, потому что, если раньше золото мы покупали, потому что видели особый интерес к этому инструменту со стороны институционалов, а об этом мы говорили на основании отчета Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CVTC. Сейчас этот интерес остается повышенным. Спекулянты по-прежнему золото ошортит. Но и спекулянты – это толпа, против которой нужно торговать, придерживаясь оппозитной такой сделки, противоположной направленной. И в данном случае по золоту, конечно же, против толпы движения – это движение вверх. Какая следующая цель? Очень хороший вопрос, друзья. Но долго мы ждали 1930, поэтому если вы покупали золото вместе со мной, еще с планки 1800, наверное, было бы уместно сказать рынку спасибо и фиксироваться где-то там. Даже несмотря на то, что много индикаторов, указывающих на то, что золото может расти и дальше. Но если вы сторонники того, что золото без откатов будет и дальше расти, я вас поддерживаю, потому что сейчас кайма на индекс ренчонных настроений указывает на то, что 80-20 такое распределение по покупкам и продажам. И, соответственно, золото легко в ближайшие дни, возможно, даже в рамках этой недели, может протестировать 1950 и выше. Поэтому в целом движение в приоритете восходящее. Доллар-иена 127.65. Ждем заседания Банка Японии на этой неделе. Напомню, что в конце прошлого года Банк Японии расширил диапазон допустимого колебания доходности национальных облигаций. Все интерпретировали это как первый шаг, направленный в сторону ужесточения монетарной политики. Это действительно так. Я очень рассчитываю на то, что Банк Японии на этой неделе пойдет еще дальше, потому что нужно признать уже очень высокую инфляцию. Нужно все-таки им осознать негативные последствия сохранения сверхмягкой экономической политики в течение длительного периода времени. Поэтому я жду какой-то сюрприз, друзья, в рамках этой недели. И считаю, что мы легко уже после заседания или даже до заседания Банка Японии, то есть до пятницы, можем добраться до поддержки 125 иен против доллара. Это тоже крайне однозначная, простая, предсказуемая сделка. Рекомендую ее придерживаться. Доллар-канадец 1.3363, цель 1.32. Завтра данные по инфляции, в пятницу роничные продажи. Хороший фундаментальный фон. По ожиданиям статистика, скорее всего, подогреет интерес к покупкам канадской валюты, потому что повысит вероятность того, что канадский регулятор снова поднимет процентную ставку на 25 байсных понтов. И это, разумеется, будет попутным ветром для канадской валюты. Рынок нефти, как я уже отметил, не трогаем, но завтра выйдет блок статистики по Китаю. Это ВВП, промышленное производство и роничные продажи, декабрьские цифры. Посмотрим, как китайская экономика пережила декабрь с учетом того, что уже в декабре была сложная эпидемиологическая ситуация. Если с цифрами все будет в порядке, то, может быть, добавим в наш портфель еще и длинную сделку по рынку нефти. Сегодня ждем низколиквидную сессию, поскольку в США отмечают день рождения Мартина Лютера Кинга. Но все равно нужно быть готовым к сюрпризам, потому что волатильность остается повышенной с учетом наследия фундаментального прошлых недель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok